Добрый день! Сегодня хочу поговорить с вами на такую интересную тему, которая касается основного вопроса, меняются ли смыслы на выборах и меняются ли смыслы политических коммуникаций. Я уверена, что среди тех людей, которые смотрят периодически мой блог, да, либо же определенную подобную тематику, они наверняка ознакомливались с, собственно, вечными книгами, да, которые были написаны порядка трех тысяч лет назад или же с работами, которые актуальны с периода две тысячи лет назад, тысячу лет назад. И им абсолютно очевидно, что в целом человеческие мотивы, человеческая модель поведения, она с того момента существенно не менялась, да. И, собственно, те, ну, как бы пороки в обществе, которые были и три тысячи лет назад, да, и, собственно, сейчас они остаются абсолютно идентичными, да. И можно десятки раз говорить о том, что сначала мир существенно изменило электричество, потом мир существенно изменило телевидение, в том числе, ну, мир коммуникации, я имею в виду, да, потом появились социальные сети, появился айфон, по которому-то мы сейчас коммуницируем, мы записываем такого качества видео просто, ну, абсолютно в условиях простых, да. Но, тем не менее, суть того, о чем мы говорим, да, суть-то не меняется, да, и, собственно, потребности построить справедливое общество также не меняется. Это отвечая всем на вопрос, насколько вот коммуникации сегодня существенно изменились. Если вам кажется, что в целом, там, образы кандидатов, да, или архетипы, по которым строится восприятие кандидата, ну, допустим, архетип борца, да, либо же архетип матерезащитницы, они сейчас не актуальны, то напишите это в комментариях, потому что у меня абсолютно противоположное мнение. Я считаю, что в целом смыслы коммуникации, да, в истории нашего человечества, вот где-то с периода трех тысяч лет назад, да, и с сегодняшнего дня, в корне не менялись. И те люди, которые сейчас инвестируют огромные деньги исключительно в построение, вот, там, образа, там, несистемные, допустим. Да, несистемные — это борец, да, то есть ничего нового. Я много рассказывала в целом о муномифе, о пути героя, да, о том, как анализировать, непосредственно анализировать мировую мифологию, да, чтобы понять, вот, какими, ну, некими, я бы не называла это шаблонами, да, это слишком просто, некоторыми архетипами, как мыслит человек, да, поэтому, кому интересно, YouTube-канал SAC Group, S как доллар, I как independent, и C как кэш или кластер, вот, SAC Group, наша компания, там достаточно много таких обширных лекций на часть 2, я напоминаю, что можно абсолютно бесплатно их найти, а также найти эти мысли в моей книге. Поэтому, если вы, ну, собственно, еще в последнюю неделю, да, идете, рассказываете о себе, рассказываете о своей биографии, не забудьте, собственно, о основах восприятия, не забудьте рассказать про свои реальные мотивы, про свой характер, про свои качества. Если вы борец, то про качество борца, если вы мыслитель и архитектор, да, ну, архитектор, я имею в виду в социальном плане, безусловно, расскажите об этом. Если у вас было побуждающее происшествие, был момент, который изменил вашу жизнь и действительно побудил вас быть в политике, расскажите об этом, и тогда вы будете, собственно, убедительны, да. Все остальное, да, оно превращает, как бы, кандидатов даже с тех, у кого есть эта история, у кого есть знания, у кого есть мотив искренний, в просто красивые картинки, а это не сработает. Ну, собственно, вы в этом убедитесь уже через неделю. Поэтому всем успехов, вот, всем глубоких смыслов и в том, чтобы те люди, у которых есть мотивы действительно положительных изменений, они победили. Всего хорошего.